На сцене люди и марионетки. В областном театре кукол сегодня открылся 28 сезон. Премьеру «Карлик нос» смогли увидеть самые маленькие школьники. Посетила спектакль Иоанна Житская. На премьеру в театр кукол сегодня пришли ученики первой школы. 28 сезон открывает спектакль «Карлик нос» по мотивам сказки Вильгельма Гауфа. Куклы здесь и большие, и ростовые, и миниатюрные. Для нашего театра это большой праздник. Мы рады зрителям. Сегодня у нас сказка «Карлик нос». Это история о том, как добро побеждает зло. Сказка захватывает с первых минут. Это удивительное повествование о мальчике, которого ведьма превратила в карлика с огромным носом. С этого момента и начались его приключения. Он встретил волшебную гусыню и попал на кухню к самому королю. Театр осваивает направление «Куклы и люди», когда главные герои не только марионетки, но и актеры. Дети с любопытством следят за действием на сцене. Для них этот спектакль – путешествие в волшебную страну. Как танцевали повары, когда они пели песни, когда они давали ему всякие овощи и фрукты. Мне понравилось, когда повара танцевали, и еще когда мальчик помогал своей матери. Ольга Лобутина исполнила роль ведьмы. На сцене областного театра «Кукол» она 20 лет. Говорит, чтобы сыграть роль волшебного персонажа, нужно самому поверить в сказку. Поэтому актеры в душе тоже немного дети. Я очень долго мечтала об этой постановке, и наконец вот это вот свершилось. Такая очень насыщенная роль, характерная. Я играла ведьму в этом спектакле. Я получила колоссальное удовольствие от работы. В новом сезоне в театре «Кукол» будет две премьеры. Это постановки для зрителей постарше. В ноябре их ждет спектакль по произведению Антона Чехова «Каштанка». Он рассчитан на детей от 14 лет. А еще покажут спектакль об истории Казахстана. Степной ноктюрн или между закатом и рассветом. Анна Житская, Михаил Казначеев, Новости МТРК.